Всем привет! Продолжаем путешествие по средневековому городу, который сделали организаторы на прошлые выходные у нас в Петербурге, около Петропавловской крепости, прямо около речки. Вот здесь идет турнир, в общем-то заправдошный, настоящий. Борются рыцари, здесь они переодеваются, очень много у них доспехов, доспехи просто настоящие. Смотришь и удивляешься, это же надо было все сделать, где-то заказать. Такие настоящие мужчины, вот фактурный настоящий рыцарь. Вот это шлем лежит. Играет музыка, коленники и носки. Играет музыка и действительно ребята действительно борются, действительно это битва. То есть это не, вот видите, как он рубит, за правду, по-настоящему. Там и с топорами, и с мечами. Вон, посмотрите, что делает. Меня, честно говоря, несколько удивило. Думаю, там должны быть обязательно какие-то должны быть травмы. И эти травмы, в общем-то, должны были, потому что несколько раз судья, а там был судья, который останавливал битву. В том случае, вот видите, как он запрыгнул и ударил. В заправдочную, кого-то там повредили что-то и вызывали медика. Бились русские, эстонцы и немцы. Три командные. Ну, это вот то, что я понял. Возможно, что-то и другие там были. Ну, вот то, что я понял. Но бились по-настоящему просто о-го-го. Я удивлен. Первый раз на таком рубище. В общем, это несколько меня удивило. Да, наверное, не только меня, а было очень много людей, которые все это дело смотрели. И это так производит впечатление достаточно серьезное такое, когда приходит человеку и начинает его бить мечом. Ну, наверное, меч по некоторым правилам не так остро заточен, но все равно просто супер, просто настоящая битва. Вот это все происходило около Петропавловки. Еще хочу рассказать, что была хорошая очень организация. Были построены трибуны, на которых, ну, такие стоя можно было стоять, смотреть. Везде играла музыка средневековая. После окончания этого турнира и турнира вот на лошадях рыцарского приехал ансамбль, который тоже играл средневековую музыку. Я, честно говоря, забыл, как она называется. Ну, а вот это вот просто есть смысл, наверное, посмотреть немножко. Я сделал чуть-чуть в быстролёном варианте, потому что много было у меня материала, надо было как-то уложиться, ну, хотя бы минут шесть. Но не получилось, и получилось восемь минут. Восемь минут для видео это, конечно, немножко много, потому что видео, как мне кажется, не становится смотрибельным. При том, любительское видео, понятно, что любительское видео отличается от профессионального. Вот, ну, вот, как мог, так сделал. Вот на входе, вот этот средневековый город, девушка выдавала всем такие маленькие проспектики, флайеры аналогичным действиям, которые будут происходить в Выборге. Ну, до Выборга, конечно, ехать. Ну, не так далеко. На ласточке вообще всё быстро раз-раз. Вот. И вроде бы в Выборге тоже будет происходить аналогичное действие. Ну, вот, после того, как все там порубились, я решил пройтись по шатрам. Люди отдыхают. Вот видите, средневековые ребята сидят какие-то в таких валахонах. Вот. Тут же очень много различных шатров, где продаются какие-то изделия народного промысла. Так вот, по-научному говорят. Ну, вот. Куют какие-то гвозди. Вот. Какие-то штуки куют. Это очень здорово, очень интересно. По-настоящему. По-настоящему можно самому поударять там молотком. Ну, всё это бесплатно. Вон, горн раздувается. Вот. То есть, вот как. Видимо, так оно и было раньше. Да и сейчас. Ну, вон, куют. Продают различные зелья. Вот. Гончарные изделия. Тоже там был такой шатёр, где делали какие-то кружки. Ну, я когда проходил, они закончили. А вот здесь вот ребята выбивают такие медальки. В общем, мне тоже это понравилось. Просто как-то здорово. Красиво. А вот приехал ансамбль. К сожалению, у меня со звуком были проблемы. Не могу я вам включить этот прекрасный звук. И ансамбль встал как раз на сцене. Говорится, что турнир. Вот остались четыре. Видите? Да, кстати, вот продают какие-то черепах, каких-то там животных. Видимо, коров, не знаю, вепрей, ещё кого-то. А, кстати, продают очень интересно. Вот, посмотрите, лапки. Я даже не знаю, чьи это. Ну, вот это вроде как летучие мыши. Хотя, или летучие мыши, или, может быть, какой-то лягушки. Фляги. Ну, народные промыслы, короче говоря. Очень красиво, очень здорово. Вот, собственно говоря, и всё, что я вам хотел рассказать. Всем пока, всем привет. Будете в моём городке. Загляните в Петропавловку. Вдруг там что-нибудь будет происходить. А там всегда что-нибудь происходит. Всё, пока, всем привет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok